Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. О подготовке ко дню города будем говорить сегодня с нашим гостем, а он сегодня действительно особенный. Присоединяйтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проходил службу в рядах Советской армии, работал в различных производственных организациях и органах Коммунистической партии. С 1991 года на руководящих должностях в органах исполнительной власти Гомеля и Гомельской области. С 1998 по 2005 год был главой администрации Новобелецкого района Гомеля. С 2005 по 2012 заместителем председателя Гомельского облсполкома. В ноябре 2012 года назначен председателем Гомельского городского исполнительного комитета. Вопросы Петру Кириченко можно задать прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Петр Алексеевич. Спасибо, что нашли для нас время в вашем графике. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я рад встретиться с вами накануне нашего очень важного и такого любимого праздника всеми гомельчанами. Петр Алексеевич, вы ведь родились не в Гомеле. А помните свои самые первые впечатления и первое знакомство с этим городом? Да, вы знаете, это было хотя и давно, в далеком 1985 году, но действительно я хорошо помню, это был октябрь месяц, немножко туманно, немножко слякотно, но скажу честно, что Гомель мне очень понравился. Сразу чувствовалось, знаете, что это областной центр, статус, очень красивые такие здания, величественные в стиле сталинского ампира. Видно было, насколько этот город действительно исторический, какие здесь люди, выдающиеся в свое время, жили и работали. Но в то же время были и определенные другие впечатления, я уже когда-то об этом говорил. Вы знаете, я приехал с Донбасса, в то время Донбасс это был один из самых экономически развитых регионов нашего Советского Союза. И, конечно, финансовые возможности у этого региона по вопросам благоустройства были гораздо более весомыми, чем у нашего Гомеля. И это было заметно. Это было заветно и в озеленении города, в элементах благоустройства, очень мало было цветников, к сожалению. Тротуары были несколько в запущенном виде. Но вот за эти десятилетия картина, в общем-то, зеркально изменилась. Сегодня я с уверенностью, поверьте мне, могу сказать, что мы не только уже выглядим гораздо более предпочтительнее не только донецких городов, но и других регионов, и не только бывшего Советского Союза. В этом городе есть душа. И что-то наверняка так вас зацепило, что вы приняли решение связать свою дальнейшую жизнь именно с Гомелем. А поделитесь, что именно, почему вы остались в Гомеле? Почему не столица? Вы знаете, Ольга, наверное, в вашем вопросе есть какой-то подтекст небольшой, потому что это как раз связано было с Чернобыльской катастрофой. Буквально через полгода после того, как я приехал в Гомель, случилась эта беда. Очень много гомельчан вынуждены были покинуть свои родные места. Знаете, наверное, мне тогда не очень еще многое связывало с этим городом. Даже своего жилья не было, мы еще даже снимали комнату в квартире. Но, видно, душа, видно, сердце подсказало, как говорят, в таких случаях, потому что я все-таки решил остаться здесь. Наверное, сыграло и то, что я действительно очень полюбил этот город. Гомельчан, я и сегодня считаю, что это самые трудолюбивые, самые талантливые, самые добрые люди. Ну, и я нисколько не расстроен и нисколько не жалею о том принятом решении. Я очень благодарен, наоборот, судьбе, что вот она так распорядилась. И у вас появилась возможность что-то сделать для этого города и увидеть воочию те изменения, которые благодаря вам здесь произошли. Накануне дня рождения люди анализируют прожитый год, вспоминают свои удачи или, наоборот, сожалеют о чем-то упущенном. Как вы оцениваете этот год из городской жизни, который прошел с прошлого дня рождения до будущего? Знаете, для меня, как для мэра, безусловно, самое главное, чтобы в городе была стабильность, чтобы было поступательное развитие нашего города и, конечно, чтобы жители нашего города чувствовали себя в этом городе и комфортно, и уютно. И, безусловно, для того, чтобы все это присутствовало, все это было, очень важно, как работает реальный сектор экономики. Я хочу сказать, что вот в этом году наша экономика города очень показывает неплохие результаты. Мы выполняем все основные прогнозные показатели социально-экономического развития. Более того, мы их значительно перевыполняем. Конечно, благодаря этому стало... Это очень положительным образом влияет на наполняемость городского бюджета и позволяет нам решать многие важные проблемы, реализовывать серьезные и значимые социальные проекты. Если вспоминать что-то из прошедшего года, то хотел бы, конечно, отметить мероприятие по открытию после реконструкции сквера возле университета Сухого, технического университета имени Сухого, где мы не только реконструировали этот объект, но и в честь нашего знаменитого земляка установили на пьедестале один из его самолетов Су-24. Очень символично, в День Победы. Да, это было в День Победы. Наверное, не менее ярким событием, на мой взгляд, было и открытие памятника в День независимости Республики Беларусь памятника братьям Лизюковым на площади Победы. Были и другие важные события. Я бы хотел, конечно, сказать и о том, что значимым для всех нас, гамичан, безусловно, является то, что вот решением правительства наш город признан победителем в соревновании республиканском по благоустройству озеленению среди городов в нашей республике. Все знают, что очень непросто достичь успеха, но не менее сложно, может быть, даже гораздо более сложнее удерживать эту большую, такую высокую планку. А ведь нам это удается, потому что это не первая подобная победа. Вот за последние семь лет это в четвертый раз Гомель признается победителем этого конкурса. А ведь еще и были победы у нас в номинации «Лучший город для ведения бизнеса Республики Беларусь» четыре раза. Дважды Гомель заносился на республиканскую доску почета. Поэтому это очень дорогого стоит. И гамичане умеют не только добиваться успеха, но и работать на очень высоком уровне. Петр Алексеевич, а каким Вы в дальнейшем видите развитие города? Он будет прирастать новыми микрорайонами, либо же застройка будет становиться более точечной внутри границ города? Знаете, на самом деле, вот такой главный городостроительный документ, определяющий политику в этом вопросе, является Генплан Гомеля. Он утвержден президентом и рассчитан до 2025 года, а потом он будет корректироваться. Так вот, если смотреть в этот Генплан, то мы видим, что по-настоящему городостроительная политика – это симбиоз различных направлений. А позвольте мне сейчас Вас прервать, а потом мы к этому вопросу вернемся. У нас есть телефон на звонок на линии, чтобы не заставлять долго ждать человека. Здравствуйте. Здравствуйте, друг. Слушаем Вас. Добрый вечер. Меня зовут Надежда, проживаю в советском районе города Гомеля. Вы знаете, я являюсь бабушкой, внука-подростка, который приезжает ко мне в гости в период каникулы на все лето. Он у нас мальчик спортивный, и хотелось бы, чтобы у него была возможность активно проводить свой отдых с пользой для здоровья. Я знаю, что в советском районе сейчас ведется строительство спортивного манежа рядом с институтом. Скажите, пожалуйста, планируется ли строительство других молодежных объектов для отдыха в нашем городе в ближайшее время? Может быть, аквапарк, о котором мой внук постоянно меня спрашивает, или бассейн в советском районе, или каких-либо других спортивно-здоровительных сооружений для отдыха нашей молодежи. Спасибо огромное. Спасибо за звонок. Тенденция, которая прекрасная на самом деле, но я думаю, что и головной боли городским властям она тоже добавляет, потому что сегодня мы хотим бассейн, мы хотим спортивную площадку в каждом дворе, и очень обидно, когда где-то есть, а у нас нет. Что думаете об этом? Знаете, я отвечая на этот вопрос, я бы хотел сказать, что действительно, вот уже в этом году в советском районе, в районе стадиона «Луч» будет завершено, оно уже ведется, будет завершено строительство крытого футбольного манежа. Это станет хорошим дополнительным таким спортивным объектом для нашей молодежи. Вы знаете, совсем недавно был открыт еще один объект уникальный для нашего города – лыжероллерная трасса. Тоже замечательный объект, ультрасовременный. По мнению знатоков этого дела, говорят, что это сегодня один из самых современных и лучших объектов в нашей Беларуси. Поэтому, конечно, каждый год мы открываем объекты. Если говорить о бассейнах, есть тема, действительно, вот здесь у нас есть такое, может быть, немножко узкое место. Да, загружены они капитально. Мы вместе с обл. исполкомом рассматриваем этот вопрос. Конечно, в один день все вопросы не решили. Но есть объекты, тот же бассейн на улице Портовой, который уже, ну, так, степень готовности, которого после реконструкции уже очень высока. Я думаю, что мы вот в ближайшие годы, буквально, может быть, даже в следующем году, этот объект все-таки ведем в строй. На очереди будет объект еще в советском районе «Дельфин», который тоже, к сожалению, вот в силу того, что и времени, и того, что уже его несущие конструкции этого объекта утратили свою способность, его предстоит тоже демонтировать по заключению экспертизы, и надо уже будет строить фактически новый объект. Ну, это тоже на наших планах на ближайшее время, потому что действительно очень востребованный объект, и он расположен буквально в большом жилом микрорайоне, и всегда был на него очень большой спрос, поэтому, конечно, это то, над чем местные власти и городские, и областные будут работать в ближайшие годы. Ну, это так здорово, когда молодежь стремится время проводить, занимаясь спортом, или даже на площадке для воркаута, например, которые тоже стали появляться во дворах, а не где-то на лавочке, в подъезде, или в каких-то увеселительных заведениях. А что касается аквапарка? Вы знаете, аквапарк, мы, конечно же, очень хотели бы, как и все наши гомельчане, чтобы такой объект появился, и еще пять лет назад, вот на улице Мазурова, в районе Ледового дворца, напротив, мы зарезервировали земельный участок, где-то общей площадью около трех гектар, выставили его на инвест-договор, включили в список для заключения инвест-договора, но, к сожалению, за эти годы, вот пока инвестора так не нашли. Это дорого, дорогой объект. Объект и дорогой, а главное, понимаете, все-таки, как везде в рынке, спрос рождает предложение. Мы вот видим, поанализируя те аквапарки, которые есть и в нашей стране, и за рубежом, не везде есть спрос. Поэтому, в принципе, каждый, понимаете, это инвестор. Инвестор всегда идет только туда, где есть спрос. Поэтому я верю, что придет такое время, но я думаю, что не так уже и долго осталось ждать, потому что уже появляются такие объекты, в Минске есть такой объект. Я думаю, что Гомель как второй город страны нашей по численности, по потенциалу. Наверное, и у нас скоро появятся инвесторы, потому что мы видим по другим направлениям, когда очень активно сейчас инвесторы идут и по торгово-развлекательным центрам, по гипермаркетам. Но они, наверное, быстрее окупаются. Да, конечно. Здесь это в первую очередь, именно этот фактор и играет роль. Да, пока это рискованная инвестиция. Петр Алексеевич, следующий вопрос также прозвучит от нашего телезрителя. Есть звоночек на линии. Здравствуйте. Добрый вечер, Петр Алексеевич. Меня зовут Павел. Проживаю в микрорайоне Кленковский. Много времени нахожусь за рулем. Как по работе, так и в выходные дни. Подскажите, у вас такой вопрос. При возвращении с работы более позднее время, ну, после 7 часов, парковочные места уже все заняты. Припарковаться в разрешенных правилами дорожного движения в местах, ну, возле дома, не предоставляется возможным. Приходится искать места, как бы, вдали от дома. Подскажите, пожалуйста, как планируется решать вопрос парковочных мест, как в новых микрорайонах, так и в старых? Спасибо, Павел, за звонок. Действительно, одна из болевых точек современных городов и, конечно же, Гомеля. Петр Алексеевич, какие пути решения существуют? Вы знаете, несколько в последние годы поменялась концепция вот этого вопроса, решения этого вопроса. Если раньше при проектировании новых микрорайонов мы всегда закладывали, ну, в первую очередь, проектные организации, закладывали парковочные места прямо внутри этих жилых микрорайонов. Но, к сожалению, конечно, было очень много нареканий со стороны жителей, потому что, решая один вопрос парковочных мест, мы как раз создавали проблемы другие. То есть, абсолютно, фактически, все эти территории были превращены в парковки и санкционированы, и не санкционированы, и не оставалось практически мест ни для отдыха, ни для детских каких-то площадок, для озеленения этих микрорайонов. Поэтому сегодня концепция поменялась. Сегодня концепция состоит в том, чтобы создавать для горожан благоприятные условия для жизни. То есть, стараются уже размещать парковочные места и парковки не внутри микрорайонов, а выносить их в шаговой доступности за пределы этих микрорайонов. Ну, например, за, по внешнему обводу этих микрорайонов жилых. Если такой возможности нет, строительство каких-то парковок уже многоуровневых и подземных, и которые надземные парковки, такой опыт есть. И потихонечку, в принципе, и в нашем городе уже определенные примеры появляются. Взять новый микрорайон, который строится по улице Федюнинского. Есть у нас уже инвестор, который одновременно будет строить вот в районе улицы Мазурова и такой паркинг многоуровневый. То есть, уже примеры есть, и это вот те пути, современные пути решения, которые и в нашем городе будут реализовываться, и уже опыт есть реализации в городе Минска. В Минске таких вот вопросов. Я думаю, что в самое ближайшее время мы это увидим и, надеюсь, почувствуем. Мы говорили с вами о градостроительной политике. Давайте вернемся к этому вопросу. Как будет развиваться областной центр в ближайшие годы? Ну, вот я хотел бы сказать, что градостроительная политика, которая заложена в нашем генплане, нашего города, это симбиоз различных направлений. Здесь, конечно, в первую очередь мы будем досваивать те площадки, которые сегодня имеются уже. В наших микрорайонах это 18-й, 21-й микрорайон, 59-й, в Беллице это 94-й, 96-й, 104-й, вот по улице Федюнинского. Будет, конечно же, продолжено многоэтажное жилищное строительство со сносом частного сектора, которое ведется, например, по улице Барыкина. В перспективе это еще несколько улиц города, улица Полесская, Богдана Хмельницкого, улица Ильича. Но надо честно сказать, что вот эти резервы, они не безграничны. И, безусловно, рано или поздно мы должны прийти к освоению новых и подготовке новых площадок под новые микрорайоны. В Генплану определены эти микрорайоны, их несколько. Микрорайон Южный, в Советском районе, недалеко от 59-го, Плесы, микрорайон в районе улиц Добружской и Луначарского, и ряд других микрорайонов. Но все это очень требует значительных средств. Тем более, что есть определенная специфика Гомельская, она заключается в том, что для подготовки таких площадок требуются очень значительные средства для намыва территорий, потому что все они расположены, эти перспективные площадки, в пойме реки Сош, подвержены периодическому подтоплению. Это очень и очень большие средства. Вот возьмем даже тот, для примера, микрорайон Южный, который, конечно, очень большая мощность, его там мы почти более миллиона трехсот тысяч квадратных метров жилья можем построить, но даже без инженерных сетей, только на намыв этих территорий понадобится более четырехсот миллионов современных белорусских рублей. Это очень огромные средства. Конечно, это будет очень напряженно для городского и даже областного бюджета, но, тем не менее, к этой теме все равно надо подступать в ближайшие годы. Поэтому, на самом деле, это симбиоз. Вот несколько направлений, по которым будет развиваться наш город. Ну, Гомель, это точно не каменные джунгли. Его любят все-таки за его живописность, за его уют, за его природную красоту. И очень большой фронт работы у нас по зеленению впереди. Намечен на осень. Расскажите, пожалуйста, коротко, что и где будут сажать. Да, Ольга, это действительно это так. Мы осенью собираемся высадить в нашем городе около 14 тысяч только деревьев. Кстати, надо вспомнить о том, что весной было высажено еще около 15 тысяч деревьев. То есть, суммарно, в этом году порядка 30 тысяч. Для сравнения, это в три раза больше, чем другие годы, предшествующие годы. конечно, мы видим, что это очень активизировалась работа в этом направлении. Но весенняя посадка вот этих деревьев, все-таки мы видим, что были определенные и ошибки, определенные упущения в нашей работе, поэтому мы делаем правильные выводы. Ну, какие, например, несколько направлений я хотел бы коснуться. Ну, первое, география посадок. Мы видим, что все-таки и основной приоритет в этом и в весенние, в осенние посадки и в последующие годы будет направлен на то, чтобы озеленять микрорайонные востройки. Они значительно менее озеленены, чем целым наш город. Кроме этого, мы видим, что на центральных, на магистральных улицах тоже неравномерно распределены зеленые насаждения. Есть определенные пробелы в силу каких-то обстоятельствах. Надо тоже заполнять эти пробелы. Ну, и, конечно, третье такое направление – это озеленение наших дворовых территорий. Даже там, где эти микрорайоны уже сложившиеся, сложившиеся, так называемые старые микрорайоны, тоже будем озеленять. То есть, вот направления основные в части географии. Кроме этого, ну, вы знаете, наше, наверное, благо, что у нас есть свой, ну, не свой, республиканский институт леса. Есть профессионалы, с которыми всегда полезно и нужно посоветоваться. Вот мы, посоветовавшись с ними, мы определили для себя, что для того, чтобы лучшая приживаемость была саженцев, они нам рекомендуют использовать определенные препараты, которыми опрыскивается вот корневая система этих саженцев, и приживаемость в несколько раз увеличивается. Да, потому что в городах на самом деле деревья болеют. Да, это раз. Дальше, конечно, они нам рекомендуют использовать определенные сорта, определенные породы деревьев, которые наиболее адаптированы для городских условий. Ну, это клён, это липа, это вот известный уже, который у нас популярность приобрел в Сумах, ясень, и вот именно сегодня мы занимаемся как раз вот подборкой такого посадочного материала. Ну, и не надо забывать ещё и третий вопрос. Всё-таки качество посадочного материала, вот такие объёмы, когда мы стали в таких объёмах высаживать деревья, мы увидели, что, к сожалению, наши питомники в нашей области не в состоянии обеспечить всех и в нужных объёмах вот таким посадочным материалом. Поэтому мы не только в нашей области работаем и за пределами нашей области, но и развиваем свой питомник. Нам надо, конечно, гарантированный посадочный качественный материал на все ближайшие годы, потому что эта компания не одного года. Это направление стратегическое на долгие годы вперёд. Наш опыт города Гомеля в благоустройстве, в озеленении очень высоко оценил глава государства, когда был на мероприятиях в честь тысячелетия Бреста, привёл в пример Гомель именно в этой работе как флагман. Я думаю, что это было очень приятно вам услышать. Знаете, он и нас, и Минчан привёл в пример другим городам, назвал их самыми озеленёнными в нашей стране. Конечно, это очень приятно, но это ко многому и обязывает. Поэтому вот наши действия, они должны носить системный характер, продуманный характер. Ну, я, конечно, и прошу наших гомельчан, наших горожан подключиться активнее к этой работе. А я предлагаю сейчас выслушать наших гомельчан, а мы поинтересовались их мнением, что же интересного хотелось бы увидеть в День города. чтобы весело было, чтобы людям было, ну, как вам сказать, душевно, и весело, и чтобы были все счастливые люди. Я вот сколько раз была на Дне города, всегда были тоже очень хорошие мероприятия, концерты, вот, как раньше называли пионерский садик, сейчас это называют парк Громыка, но вот здесь замечательный концерт, дети выступают, возле танка выступают, дети тоже поют, танцуют, это очень хорошо, на площади тоже выступления, это замечательно. Просто я вспоминаю, какие были Дни города очень давно, вот они мне не очень нравились, потому что это было, знаете, распитие напитков в неположенном месте, ну, в парке особенно. Сейчас Дни города проходят, по-моему, очень хорошо, и я считаю, что администрация города Гомеля делает очень многое для того, чтобы этот праздник проходил на высоком уровне. Что-нибудь для старшего поколения, чтобы старшее поколение посмотрело, порадовалось. Ну, раньше очень здорово включали музыку, в громкоговоритель, вот этого не хватает для атмосферы. А поучаствовать в чем? Ну, не знаю, мне очень нравится ходить, тут всегда выставляют красивые палатки, вот, с какими-то ручными поделками, в принципе, мне это очень нравится. Нам нравится очень город мастеров, где продают много разных, там все время есть что-то новое, они, как правило, не повторяются, появляются новые молодые ребята, которые придумывают какие-то новые рукотворные вещи, которые всегда очень приятно посмотреть и купить. Детские концерты тоже очень нравятся. Еще очень нравится, когда разные спортивные секции и другие, как сказать, клубы по интересам тоже выходят и представляют свою деятельность. Таким образом, мы своим детям нашли вот и клуб по робототехнике именно вот на таком одном из дней города и занятия по гимнастике точно так же вот мы это с дюшер нашли именно на празднике города. Поэтому, если появится еще что-то новое, то есть, что нового есть в нашем городе, появилось, пусть обязательно приходят, показывают свою деятельность и рекламируют себя. Веселье хотелось бы, чтобы весело, было интересно, для детей, чтобы много чего было интересно. Наверное, чтобы не перекрывали сильно улицы совсем, чтобы подъезды были все-таки. День города это хорошо, но иногда очень затруднительное движение бывает по улицам. А так, мне, в принципе, устраивало, как они проводились. Хочется хорошую музыку послушать. Песни люблю, белорусские, русские, очень нравится все это. Хотелось бы, конечно. Все это будет, правда? Я верю, это я знаю, что у нас вот полчаточка тут, а я здесь рядом живу, так мне даже, когда окно открывают, слышно вся музыка, которая происходит. конкретной. Всего хорошего хочу. Вы смотрите Диалог, мы работаем в прямом эфире, обсуждаем сегодня подготовку ко дню города. И у нас на линии есть телефон и звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. Здравствуйте, Петр Алексеевич. Меня зовут Надежда, я студентка Бергута. И иногда, когда позволяет погода, на занятия добираюсь на велосипеде. Но вот совсем недавно я переехала в микрорайон Хутор, и час на его пути приходится преодолевать по проезжей части. Скажите, пожалуйста, планируется ли отводить места для проезда на велосипедах или обустройство отдельных велосипедных дорожек в Гомеле? Спасибо большое. Тоже ожидаемый вопрос. Как-то я чувствовала, что он сегодня прозвучит, потому что наряду со спортивными площадками большая есть потребность в хорошо организованном велосипедном движении. Как вы на это смотрите? Знаете, действительно, велосипедное движение набирает обороты. Это видно невороженным взглядом. Мы это видим в нашем городе. Особенно это заметно, когда проходят какие-то мероприятия. Вот в этом году был и весенний велопарад, потом и семейный велопарад, летом скоро будет осенний. Просто огромное количество, по-настоящему, огромное количество участников. Практически, мне кажется, в любой семье сегодня есть велосипед. Ну да, потому что это очень популярный вид такой спорта. И не только спорта, но и просто передвижение по городу. И действительно, вот мы, понимая это, в горосполкоме создали такую группу по содействию развития велосипедного спорта. Ну что я хочу сказать? Мы определили конкретные какие-то меры. В первую очередь, конечно, вот создание сети велодорожек. Потому что еще несколько лет назад у нас вообще этого ничего не было. Там, где это новый микрорайон, где особенно проектируется, еще только начинается строительство этого микрорайона, это решается довольно просто. Уже прям на стадии проектирования закладываются велодорожки. Например, 59-й микрорайон. Все это уже там сделано, там мы имеем более километра велодорожек. А там, где уже сложившиеся и сети дорожные, и тротуарные, и уже микрорайонов, конечно, это приходится в первую очередь, либо реконструируя, расширяя тротуары, либо, если это уже позволяет, просто выделяя место для велосипедистов с соответствующей разметкой. И у нас за последние годы вот таким образом мы и по улице Мазурова сделали велодорожки, по Реческому проспекту, по улице Ильича, по ряду других. На сегодняшний день уже у нас сеть велодорожек в городе составляет около 15 километров, даже чуть больше. То есть постепенно, постепенно будем прибавлять. Постепенно, конечно. Есть определенная концепция, есть определенные конкретные шаги, все это расписано, как говорят, поэтапно, что и где мы, когда собираемся делать. Да, это хорошая новость. Петр Алексеевич, теперь о дне города более подробно. Мы выслушали мнение людей, что бы им хотелось увидеть. А у вас есть какие-то предпочтения? По долгу службы вам приходится часто бывать на различных мероприятиях, больших праздниках и в нашей стране, и за рубежом. Что вам особенно нравится, что бы хотелось перенять, использовать у нас? Вы знаете, идеального вообще, наверное, не бывает. Тем более, какое-то мероприятие. Во-первых, потому что есть разные мнения, есть разные люди. Во-вторых, что даже если все хвалят, что это какое-то мероприятие, что все прошло хорошо, организаторы, поверьте, я по собственному опыту знаю, всегда знают, какие были ошибки, какие были упущения, и потом идет работа над исправлением этих ошибок. Ну и если говорить о формате, какой ближе, я думаю, что это не главное. Все-таки, наверное, главное, чтобы любое мероприятие, какое бы оно по масштабу не было и какого формата, то есть это какое-то, может быть, уличное шоу, большое или это камерный концерт в зале, чтобы это просто было очень профессионально сделано на высоком уровне. Поверьте, ведь даже простой, но очень профессиональный, например, скрипач может так играть, что, затаив дыхание, будет слушать весь зал. Поэтому главное еще раз профессионализм. А с этим у нас все хорошо. От чего хотелось бы уйти, от чего мы всегда пытаемся уходить, это все-таки, чтобы городские мероприятия, особенно такие, как праздник города, не носили какую-то направленность, вот как и сегодня в одном из звонков было, да, и в одном из мнений наших зрителей, не носили какую-то направленность для определенной категории, лишь узкой категории наших жителей. Вот мы всегда стараемся, чтобы это было и разностороннее, и для разных категорий возрастных. У нас есть, и сегодня на этом празднике, у нас будут тоже не сегодня, а вот в субботу и площадки для детей, и молодежные площадки, площадки для уже людей зрелого возраста. Ну, например, вот на Белецком спуске у нас будет площадка, где будет, кстати, вот оркестровая площадка, где будет и оркестр с Нижнего Новгорода, наши духовые оркестры. Для любителей ретро-музыки, пожалуйста, возле лодочника будет тоже одна площадка. Поэтому я думаю, что каждый гомельчанин найдет что-то себе по душе. У Дня города есть свои традиции, а есть и абсолютно новые, как говорится, фишки о том, что в праздничной программе с отметкой впервые у нас есть сюжет. Давайте посмотрим. 11 сентября 2019 года. Набережная реки Сож около 11 часов утра. В это время здесь немного ледно, однако ближе к вечеру все изменится. Набережная станет одним из популярнейших мест отдыха среди гомельчан. Наверное, не в последнюю очередь. По этой причине именно Сожская набережная 14 сентября впервые станет центром праздника День города 2019. Во всяком случае, именно здесь пройдет масштабное действие под названием «Открытие праздника». Организаторы уверяют, подобного еще не видел никто. Праздник мы наш назвали «Гомель, зажигай! Гомель, это ты!» Я думаю, что нашим гомельчанам и горожанам и гостям понравится открытие праздника, потому что это будет массовое, театрализованное представление, где будет задействовано не только наше студенчество, наша молодежь и школьники, но и пожилые люди, где мы покажем в творчестве, в развитии, и как мы видим наш город в будущем. Я думаю, это стоит посмотреть, еще раз говорю, на набережной города Гомеля. И заканчиваем массовой композицией в бутоне, раскрывающей 180 студентов, делают общую композицию «Розу», где будет пафосно это представлено. Поэтому ждем, приходите. День города в Гомеле уже несколько лет проходит в формате народного фестиваля. Причем ежегодно количество его участников увеличивается. В этом году впервые в своей истории обширную программу представит мясо-молочная компания. По большому счету ничего подобного в Беларуси раньше вообще никто не делал. Здесь даже собственную валюту придумали фесткоины. Правда, в ходу они будут только в день празднования. Территория проведения фестиваля «Мясмол», площадь около Ледового дворца. С деньгами приходить это желательно, но можно приходить и без денег. Эти денежки вы можете заработать своими активностями, участиями в конкурсах, в фотозонах, в эстафетах, в любых конкурсах. У нас даже будут чемпионаты по поеданию, молочные мясные продукции, будут великолепные эстафеты, не только на скейтах, но и молочные эстафеты. Наша валюта будет называться и она уже называется фесткоин. Они реально имеют определенную стоимость и за них можно получить продукты, которые производят предприятия нашего холдинга. Чем больше мы этим занимаемся, тем больше понимаем, что будет фестиваль. Великолепный, поэтому не пожалейте время, приходите. Сегодня на предприятиях холдинга гомельская мясомолочная компания не только выпускает традиционную продукцию, но и активно готовится к фесту. В конце концов, это еще одна возможность реально доказать. Мясомолочная продукция в Умельской области по качеству ничем не уступает отечественным и импортным аналогам. При одном но, продукты нужно уметь правильно готовить. В этом смысле фестиваль Мясомол еще и что-то вроде открытой кулинарной книги. Это наши технологи и профессиональные повара будут готовить продукты, которые у нас производятся. Это будет великолепный мраморный стейк, разной степени прожарки. Наконец-то нам объяснять, не просто как в кино, дайте нам с кровью, без крови, а как это правильно все делается и подается и готовится. Будут настоящие хот-доги готовить Жлобинский мясокомбинат, стейки, Калинковичский мясокомбинат. Ну, Гомельский мясокомбинат известен своими бургерами, поэтому будем пробовать их. Молочные предприятия будут работать в основном с творогом и сыром. Вот бел сыр будет делать сыр с травами. Мелковито сырные шарики. Вот мне они очень понравились, как они сделали для пробы, поэтому я думаю, что всем надо посмотреть, будет, как это все делается. Будут блины, будут творожники, запеканки, сгущенка Рогачев обязательно куда-то свою добавит. Перечислить все мероприятия, запланированные в рамках нынешнего дня города, просто невозможно. Во всяком случае, в рамках одной программы диалог. Организаторы обещают, скучно не будет никому. Главное прийти и увидеть. Мы делаем такой своеобразный спортивный блок, где будут показывать все спортивные объединения, где будут показаны мастера спорта международного класса свое мастерство покажут. Впереди наша цель впереди. Вот главная задача и лозунг наших спортсменов. Довольно интересный получится блок. Задействуем наших гомельчан, где они покажут, как они отдыхают с семьями на велосипедах, на моноциклах и на разных спортивных сооружениях покажут себя. Не говорить нужно, а нужно просто прийти и увидеть. В праздничной программе ко дню города множество событий и мероприятий для представителей всех возрастов. Обычно это тоже такая традиция городских праздников Гомеля, что приезжают большие именитые артисты для того, чтобы Гомель поздравить. Кто это будет делать в этом году? В этом году к нам приезжает и будет на стадионе выступать народная артистка Украины Таисия Повалий. Будет ансамбль «Наши белорусские песняры». На набережной будет «Неви Бэнд», «Ирина Прима». Вот возле Ледового дворца дискотека «Авария». Ряд других известных молодежных групп. Поэтому я думаю, что всем любителям нашей эстрады будет возможность по вкусу выбрать исполнителей. Нужно будет только хорошо изучить афишу и определиться с приоритетами. Петр Алексеевич, что бы Вы пожелали гомельчанам в канун этого замечательного праздника Дня рождения нашего любимого Гомеля. Дорогие гомельчане, я в первую очередь хотел бы всех поблагодарить за Вашу заботу, за Вашу работу по благоустройству нашего города. Ведь только совместными усилиями мы можем сделать его и красочным, и таким ярким, и таким зеленым городом. Ну и, конечно, я хочу пожелать всем Вам добра, пожелать мирного неба над головой, благополучия и доброго здоровья. Ну и чтобы всегда нас не покидало чувство, что мы живем в самом прекрасном, самом замечательном городе нашей страны и нашей планеты. Я поздравляю всех вас, гомельчане, с праздником, с праздником, любимый Гомель. Петр Алексеевич, спасибо огромное. Спасибо за сегодняшний диалог. Председатель Гомельского горосполкома Петр Кириченко был сегодня у нас в гостях. Спасибо Вам за внимание, за Ваши вопросы и за поздравления, которые пришли на Вайбер. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова